7 августа 2002 года в Кронштадте на купол главного морского собора устанавливают 7-метровый крест. Вертолет зависает над храмом. В следующую минуту огромный крест обрушивается на многотысячную толпу. Многие увидят в этом событии свидетельство самого трагического и самого загадочного пророчества великого русского святого Иоанна Кронштадтского. В этот вечер в доме 21 по улице Адмиралтейской светилось только одно окно на втором этаже. Несколько людей в черном что-то искали в кабинете хозяина. Их интересовали тетради, исписанные неразборчивым почерком. Это произошло в доме Иоанна Кронштадтского. Утром 20 декабря 1908 года по старому стилю он скончался. Уже через несколько часов исчез его дневник. Личные записи отца Иоанна не должен был увидеть никто. А что это был за дневник? Вплоть до последних дней отец Иоанн ввел дневник, но после его смерти значительная часть рукописей пропала и не обнаружена до сих пор. А предсмертная часть дневника и вовсе была запечатана и отправлена в спецхрам. А почему? Многие были склонны считать, что в нем могли содержаться некие пророчества относительно будущего России. Но во всяком случае до поры до времени их никто не должен был видеть. То есть получается, что Кронштадтский мог что-то знать о будущем России? А вот здесь надо разобраться. Но что мог знать отец Иоанн Кронштадтский? Почему его мысли потребовалось хранить долгие десятилетия под знаком строжайшей тайны? На рубеже веков Иоанн Кронштадтский в миру Иван Ильич Сергеев был одним из самых популярных людей России. Его знали и почитали все, от безродных нищих до царской семьи. В газетах о нем писали больше, чем о самом императоре. Современники считали его пророком. Иоанн Кронштадтский был практически первым белым священником, который удостоился такого обширного, практически всенародного почитания уже при своей жизни. Он был всегда на виду, и при этом остался одной из самых таинственных фигур 20 века. Какая загадка скрывалась в этом человеке? Люди, собственно говоря, хотят от него, как правило, даже не помощи, ни каких-то там денег, даже иногда и никакого-то утешения. А очень многие хотят от него именно чудес. Они воспринимают его в качестве источника вот этого вот чудотворения. Ведь Иоанна Кронштадтского действительно знали все в России. И что важно, например, для эпохи, каким образом он становится известен. Ответы на все вопросы стоило искать в городе, где отец Иоанн прожил большую часть жизни – в Кронштадте. Главный храм города, Морской собор, сегодня весь в строительных лесах, виден только крест на куполе. И ничего не напоминает о мрачных страницах его истории. В этот день было очень много народу на площади. Все были возбуждены, ждали этого момента, и вдруг появился вертолет. И мы увидели, что он нес крест, огромный крест. Долго-долго летал вокруг этого храма. Все, мы все ждали. Ну, когда же, когда же вот этот момент? Ну, все раз-раз, и никак не мог попасть в этот центр. И наконец, раз, вроде, поставил, стоит, мы все вздохнули, даже вот так уже, думаю, сейчас будем, закричим прямо. И вдруг он раз-раз наклонился. Вот оттуда, с 80-метровой высоты Морского собора, огромный крест начал падать вниз на собравшуюся многочисленную толпу. Наклонился и медленно-медленно, уже огромный, покатился, покатился и... Упал! Только по чистой случайности никто не пострадал, но многие увидели в этом злой рок. Строительство этого храма началось в сентябре 1902 года с молебна, совершенного Иоанном Кронштадтским. Здесь же он сказал одно из самых известных пророчеств. Когда стены храма подведут под кровлю, то меня уже не станет. Через шесть лет, когда собор в Черне будет закончен, отец Иоанн поднимется к куполу и в основании креста произнесет свою последнюю молитву во славу царской семьи. Пройдет еще 10 лет, и крест будет сбит. В храме новая власть разместит кинотеатр Максим, а на месте алтаря специально установят туалет. Можно ли считать падение креста на Морском соборе каким-то знаком? Как будто еще прощения нет. Ну, просто так кресты с храмов не падают, вы это понимаете. И, вы знаете, тут надо вспомнить, что в тот момент, когда крест этот ставили, во-первых, там был еще концертный зал. Во-вторых, крест был не освящен. Еще спрашивали митрополита Владимира на эту тему. Владыка ответил, я кресты над концертными залами не освящаю. Поэтому, можно сказать, сам крест не захотел там стоять. Чувствовал ли отец Иоанн во время своей последней молитвы у креста, что ждет и этот собор, и его страну? Действительно ли он знал больше, чем все остальные? Если человек пишет дневник, значит, он надеется, что кто-нибудь когда-нибудь их прочтет. Значит, должны быть записи кронштадтского для потомков. Но таких никто не видел. Но ведь в Кронштадте после революции мало что сохранилось. Где можно еще поискать? Каждый год отец Иоанн ездил к себе на родину, в под Архангельском село. Это очень глухое место. Может быть, там что-то сохранилось. Стоит поискать. Поселок Сура, где родился Иоанн Кронштадтский, расположен к югу от Архангельска, на реке Пиннига. Это одно из древнейших поселений, известных еще со времен языческих чудских племен. Добраться до Суры даже сегодня очень сложно, и далеко не каждый готов посещать эти места, хотя они и считаются святыми. Информации о Суре немного. Известно, что еще древние летописи почему-то называли ее поганой. А люди старались обходить деревню стороной. Бытовала легенда о каком-то древнем проклятии. Но при жизни Кронштадтского болезнь оставила эти места. А в советские времена вдруг начала возвращаться. Причем она была эпидемиальна. Женщина впадала в истерику, поскольку ее никто не останавливал. А наоборот, все ее боялись. Ну, представляете, бежит женщина, там орет, кричит, там пророчествует и так далее. Все ее сторонились. До Суры еще несколько часов. Но уже через 100 километров от Архангельска навигатор показывает что-то невероятное. На нем нет ни города, ни поселка, ни железной дороги, по которой мы едем. Позади полторы тысячи километров. Последняя преграда, с которой мы столкнулись, это река Пинега, перебраться через которую можно только с помощью вот этого парома. Сам Иоанн Кронштадтский добирался сюда по реке. В 19 веке другого пути не было. Каждый его приезд был чудом. Пинега вдруг наполнялась водой, и корабль мог свободно пройти по реке до самой деревни. Что ждет нас в Суре? Почему место рождения святого в старых летописях называют Сура поганая? С какой нечистью пришлось столкнуться Иоанну Кронштадтскому? И какое древнее проклятие возродилось в Архангельской области в 70-х годах? 15 июля 1970 года в райкоме партии Пинежского района Архангельской области раздался тревожный звонок. В поселке Сура зафиксирован всплеск страшной и непонятной болезни. КОНЕЦ Во многих дворах раздавались нечеловеческие крики, звериные завывания, дикий хохот. В поселок срочно была направлена специальная комиссия. В Архангельске нас предупредили, что поездка в далекую Суру может оказаться небезопасной. Редактор местной телекомпании Светлана Буш до сих пор с ужасом вспоминает свою командировку в поселок в 70-е годы. Перед отъездом-то меня предупредили, что это Сура страшное место, и что нужно обязательно принять меры безопасности. Вас предупреждали о чем? О том, что... Какие меры безопасности должны быть? А что вообще-то там такие колдуны живут. Тогда это так называлось, ведьмачки такие. И что могут на порчу навести. Поэтому лучше взять вот элементарно, совсем простое средство, дольки чеснока, положить в карманы. То есть только чеснок? Чеснок, крестик. Честно говоря, мы не очень поверили, но на всякий случай перед отъездом в Суру заскочили на местный рынок. Почем чеснок? 50 кучка. Будьте добры. Спасибо огромное. Поверья поверьями, но я все-таки решил перестраховаться и взять для всей съемочной группы немного чеснока. До последнего мы не знали, что нас ждет в этом странном месте. Телефон здесь не ловят, судя по всему, интернета здесь тоже нет. Есть в этом месте что-то странное и необычное. Полные карманы чеснока, но на него, если честно, тоже надежды мало. Как выяснилось, здесь действительно было чего опасаться. О странной эпидемии, охватившей поселок в начале 70-х, местные жители очень хорошо помнят. Это ужас. Все вроде... Вот сестра дверь на меня кричала, как... Чего ей не нравится, она как закричит. Страх ужасов, конечно, лечили, кто ревет, кто плачет, родных. Много народу. А некоторые ведь и ревут, как собака ловит, как кошка. Много народу ездило. При такой эпидемии явно должны были остаться какие-то документы, как минимум записи врачей в историях болезней. Здесь в регистратуре Сурской поликлиники хранятся истории болезни. Ни в одной из них нет записи о странном недуге. Вполне возможно, тогда эта тема была под запретом. По заказу местного психиатра пыталась найти сведения об этой болезни в открытых источниках. Отправилась в библиотеку, где мне сказали, что все закрыто, нельзя получить материалы о этой болезни. Официального такого диагноза не существует. И к нам, больные, ну, такой диагноз не ставится. А есть какая-то вообще классификация? Может быть, это как-то по-другому называется? НКБ-10. Ну, есть индуцированные нервно-психологические расстройства. Аббревиатура НКБ-10 не говорит ни о чем. С большим трудом удается найти единственное на всю суру средство связи, таксофон, чтобы связаться с Москвой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло, привет. Слушай, звоню с обычного таксофона из этой деревни. Он единственный здесь. Связи нет, ничего нет, так что давай по-быстрому все обсудим. Как говоришь, болезнь называется? А ты мог бы узнать, сейчас кто-нибудь ей болеет или нет? Хорошо. Давай, буду искать. Пока. Это редчайшие кадры, которые нам удалось найти. Женщина, одержимая болезнью, так называемая икотница. Жуткое зрелище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что именно в этом доме 20 лет назад умерла последняя сурская икотница. Сейчас дом заброшен, заходить туда никто не решается. У местных жителей есть поверье, тот, кто перешагнет порог этого дома, сразу заболеет икотой. Мне, честно говоря, как-то не по себе. Здесь сразу вспоминаешь рассказ архангельских коллег. В одной из командировок в Суре внезапно заболел оператор телевизионной группы. После съемок там оказались, нас пригласили в избок одной бабушки, и мы угостили нас там чаем, шангами. Ну, я сделала все, чтобы отказаться, уклонилась от этого приглашения. Оператор, он поел шанги, выпил чаю, ну, и буквально через 15 минут ему стало плохо. И нам пришлось свернуть съемки и уехать с Пенниги, потому что, ну, он просто был не в состоянии работать. Болезнь, о которой идет речь, называется икоткой. В других регионах России она называется одержимостью или кликушеством, что, в принципе, является синонимом. А какие симптомы у этой болезни? Больной, одержимый этим расстройством, начинает чувствовать диссоциативное расстройство своей личности, нарушение ее идентификации и ощущает подселение или наличие в своем организме каких-то других инородных существ. Что касается икотки, очень часто такие пациенты, такие больные, обращаются к помощи священников, которые обладают специальным благословением для проведения такого таинства, которое называется в нашей православной церкви отчитка. А в католической религии это таинство называется экзорцизмом. За многие века был в Суре период, когда проклятие отступило, в те годы, когда сюда приезжал Иоанн Кронштадтский. Он сделал то, что было не под силу врачам, его родная деревня исцелилась. Трудно представить, но сто лет назад Сура была большой полноводной рекой. Отец Иоанн прибывал сюда на собственном пароходе. Пароход батюшки назывался Николай Чудотворец. Земляки ждали на берегу и всю дорогу до дома знак особого уважения устилали коврами. Народ его очень хорошо принимал. И что пароход подходит, а его встречать на пристань убежал. В деревне до сих пор ходят легенды о чудесах, которые совершал здесь Иоанн Кронштадтский. Освятил Кронштадтский землю нашу, и крысы не водят в нас на земле. Правда это или нет, но крыс действительно в Суре не видно. Еще отец Иоанн избавлял родную землю от засухи, помогал спасти урожай, исцелял больных. Строит он везде, помогал. И только в Суре. Выделял все, надеялись, что Кронштадтский поможет. Но вот что странно, ведь в юности уезжая отсюда учиться, Иван Сергеев был уверен, что уже никогда не вернется. Он очень старался забыть то место, откуда он происходил. Это его очень тяготило. И только потом он уже смог пересилить себя. Почему же он все-таки вернулся? Что открыла ему эта земля, которую он смог исцелить от древнего проклятия? И какое пророчество отца Иоанна до сих пор хранит его внучатая племянница? 1920 год. На заседании Сурского волосного съезда советов принято решение о закрытии Иоанна Богословского женского монастыря, основанного Иоанном Кронштадтским в конце 19 века. Храм рушат, иконы уничтожают, монахини вывозят на баржи и заживо топят в реке в 40 километрах от Суры. Эта трагедия произошла через много лет после смерти отца Иоанна. Но оказывается, еще задолго до страшных событий он предсказывал, что его родину ждут тяжелые испытания. Здесь, в Суре, кстати, по улице Колхозный дом 21 живет внучатая племянница Иоанна Кронштадтского, теперь уже святого Иоанна. Иногда ее называют просто внучкой великого батюшки, хотя на самом деле она внучка его родной сестры Дарьи. На сегодняшний день это самая близкая родственница святого. В этом году ей исполняется 90 лет. Она родилась в 1920-м и отца Иоанна, конечно, не помнит. Но еще в молодости слышала рассказы о том, как Иоанн Кронштадтский предупреждал земляков о грядущих бедах и как все его слова спылись. Вот он сказал батюшка-то и говорил, службы здесь в этой церкви долго не будет. А народ-то думает, чего службы долго не будет или сгорит ли, чего. А он говорит, нет, церковь закроют, потому что время смутное идет, и говорит, церкви будут закрывать. Любовь Алексеевна говорит, что отец Иоанн предчувствовал многое из того, что должно было произойти в будущем. Но далеко не обо всем считал нужным рассказывать. Где он обрел этот дар пророчества? Возможно, ответ на этот вопрос таится здесь, в этой маленькой северной деревне, на родине Великого Святого. Иоанн Кронштадтский появился на свет в 1829 году в семье местного причинника церкви Ильи Сергеева. Сохранилась только фотография деревни Суры, где видно дом Иоанна Кронштадтского. Судя по всему, она как раз была сделана с этой точки. А дом находился вот там. Семья была очень бедной, и родители надеялись только на детей, которые будут помогать им в старости. Правда, на маленького Ваню, как им казалось, надежды не было никакой. Ребенок выжил только чудом. А спустя пять лет выяснилось, что он совершенно не способен к грамоте. Это приводило в отчаяние отца и самого мальчика. Рядом с домом Сергиевых, который находился приблизительно здесь, стояла церковь, вот как раз на этом месте, где служил отец Ивана. Именно здесь произошло первое в его жизни чудо. В маленькой деревенской церкви никого не было. Ребенок опустился на колени, детские губы зашевелились в молитве. Неожиданно он ощутил какую-то особую радость, а через секунду храм озарился светом. Маленькому Ване Сергиеву было суждено увидеть ангела, который теперь станет его хранителем на всю жизнь. С ним было чудо похожее на то, что произошло когда с преподобным Сергием Радонежским вот ему тяжело давалось учение, да, он не понимал, что говорит учитель, как сам вспоминает, и потом он стал молиться, и однажды вдруг это понимание к нему пришло, что он первым по списку лучшим окончил семинарию в Архангельске, да, и на казенный счет был послан в Петербургскую академию. О том, что когда-то ему не давали знания, уже никто не вспомнит. Везде и всегда отныне Иван Сергиев будет лучшим, а когда станет всенародно любимым батюшкой Иоанном, ангел вновь приведет его в родную суру. Все это должно было быть записано в его дневниках. Во всяком случае, можно проверить те тетради, которые сохранились до наших дней. Как нам удалось выяснить, в одном из московских издательских домов есть часть рукописей отца Иоанна. Нам позволили просмотреть эти тексты, чтобы понять, нет ли в них информации, которая нас интересует. Здесь, в издательстве, уже вышло в свет шесть томов с дневниками святого Иоанна Кронштадтского. Есть еще и неизданные рукописи до 1895 года, но ни в одной из них пророчеств нет. А где находятся остальные дневники, пока нам неизвестно. Я нахожусь на территории бывшего Иоанна Богословского монастыря, который был основан отцом Иоанном. Он часто приезжал сюда из Кронштадта и вел здесь службы. Все, что сейчас сохранилось, это два корпуса издание изуродованной церкви, которое после 20-х годов стало сельским клубом. Это тот самый монастырь, трагическую судьбу которого в Суре вспоминают до сих пор. Большевики разрушили здесь почти все, уничтожая даже малейшую память об Иоанне Кронштадтском. Не исключено, что сначала они искали какие-то личные документы священника. Но так ли уж тщательно? Вполне возможно, где-то здесь монахи не прятали дневники Иоанна Кронштадтского. Но сейчас здесь полная разруха, ничего не осталось. И все же в Суре нам удалось получить уникальную информацию. Оказывается, в 1906 году за два года до смерти отец Иоанн принял в дар от императора Николая II триста десятин земли недалеко от деревни. И вот он поедет молиться там в рощу, да, а он всю ночь молился. В этом месте, которое называется роща, Кронштадтский построил Свято-Троицкий скит. И каждое лето, несмотря на свой возраст и тяжелую дорогу, обязательно туда поднимался. По легенде, именно здесь он хранил свой ларец, который давал ему божественную силу. Ларец с 29 частичками мощей и древа Господня подарили отцу Иоанну в Кронштадте, а он привез святыню в Троицкий скит. Возможно, именно в этом месте однажды ему суждено было пережить самое страшное видение в своей жизни, истинный смысл которого станет понятен только много лет спустя, когда великого старца уже не будет. Сразу после смерти Иоанна Кронштадтского скит кто-то поджег. Он сгорел дотла. Ни ларца, никаких либо документов здесь мы не нашли. У меня складывается такое впечатление, что кто-то специально пытался уничтожить все, что было связано с именем Иоанна Кронштадтского. У отца Иоанна были не только почитатели, но и враги. Причем настолько яростные, что они могли пуститься даже на убийство. В Суре? Нет. Говорят современным языком, это было связано с его профессиональной деятельностью в Петербурге, в Кронштадте. Какую страшную тайну скрывал Иоанн Кронштадтский? За что хотели убить всенародно любимого батюшку? И что смогла расшифровать в его записях еще одна родственница великого святого? Россия. Рубеж 19-го и 20-го веков. Зарождение русского террора. Меньше чем за 40 лет 8 покушений на трех российских царей. В начале 20-го века еще одна попытка убийства, но теперь уже не императора, а известного всей стране священника Иоанна Кронштадтского. В тот вечер Кронштадтский приехал в дом на Фонтанке. Какая-то петербургская семья вызвала его к больному родственнику, но в квартире священника ждала ловушка. Только чудом отец Иоанн выжил. Кто и за что хотел его убить, так и осталось загадкой. Не исключено, что кому-то оказался не по душе дар Иоанна Кронштадтского предвидеть будущее. То это почему-то странным образом совпало с началом первой русской революции. Странно, что в газетах не появилось ни строчки об этом покушении. Это же такое исключительное событие было. Нападение на священника. Не просто на священника, на самого отца Иоанна. Это примерно то же самое, как сегодня нападение на святейшего патриарха. Но отец Иоанн не заявил в полицию, поэтому о покушении знали единицы. Какой-то причине он не хотел огласки. Что могло насторожить врагов великого батюшки? Что опасного прозвучало в его словах, обращенных к многотысячной толпе? История этих знаменитых проповедей началась в Кронштадте за 50 лет до страшного события на фонтанке. Когда-то на этом месте стоял Андреевский собор. Потом он был снесен большевиками. Но именно сюда в конце 19 века приехал служить Иоанн Кронштадтский. Вошел в храм и вот тут случилось чудо. Еще в студенчестве Иван Сергеев увидел странный сон. Тогда он мечтал уехать миссионером в Китай или Америку. Но видение заставило его изменить свое решение. Ему снилось, как он в священном облачении входит в храм. Вокруг иконы, образа, сияют свечи. Неожиданно Иван понимает, это и есть место его службы. Что это за храм, Иван Сергеев не знал, но практически сразу после этого сна он получил новое назначение в Кронштадт. Город бродяг, пьяниц и проституток. Как пишет епископ Александр Семенов-Тяньшанский, это было место, где с 7 лет ребенок уже становился преступником. Молодому священнику было назначено служить в этом мрачном городе долгие годы. Вряд ли он мечтал о подобной карьере. Отец Иоанн вошел в Андреевский собор и застыл на пороге. Это был тот самый храм, который являлся ему во сне. Видение оказалось пророческим. Отныне его сны будут сбываться всегда. В этом доме отец Иоанн прожил почти 50 лет. Несколько окон на втором этаже, это как раз окна его квартиры. Правда, в 30-е годы из нее сделали обычную советскую коммуналку. Здесь несколько десятилетий жило несколько семей военных людей. Последняя владелица Светлана Пирогова и по ночам вот она здесь спала в одной комнате, она говорила, я слышу, как будто кто-то ходит в другой комнате. Призрак словно искал что-то утерянное много лет назад. Напуганная девушка приняла крещение. После этого шаги прекратились. В квартире организовали дом музея Анны Кронштадтского и вернули некоторые из его вещей. А где писал отец Иоанн в своей дневнике? Вот кабинет, вот стол Анны Кронштадтского. Простой по тем временам дубовый стол, но именно здесь батюшка каждый день, несмотря на поздний час усталости, записывал свои мысли, чувства. Сохранилась именно та ручка, которой Иоанн Кронштадтский писал свои дневники. Ну, это, видимо, одна из последних, который мог быть написан в последней предсмертной дневнике Анны Кронштадтского. Ну, что было в этом дневнике? Тайна исповеди или тайна пророчеств, скрытая от посторонних глаз и записанная неразборчивым почерком? Очень сложный текст. Практически ничего невозможно разобрать. Здесь же отец Иоанн готовил свои проповеди. Чтобы услышать их, ежедневно у дома дежурили сотни людей. Отец Геннадий, а много здесь народу собиралось? Я бы сказал, что здесь собиралась вся Россия, которая шла к отцу Иоанну Кронштадтску. Здесь всегда стояло много людей, и это была особая народная вахта у дома Иоанну Кронштадтского. После смерти отца Иоанна до самой революции все его дневники, написанные во время службы в Кронштадте, будут храниться в Петербургском Свято-Иоанновском монастыре. Нам удалось выяснить, что расшифровкой дневников Иоанна Кронштадтского занимается его родственница Тамара Ивановна Арнацкая, и живет она здесь, в обычной петербургской многоэтажке. Именно дед Тамары Ивановны, священник Иоанн Арнацкий, когда-то был главным хранителем дневников Великого Батюшки. Когда власти новые советские пришли отбирать их в монастыре в 1922 году, он отдал те дневники, которые каким-то образом вошли или в печатные труды отца Иоанны. Но мало кто знает, что дед Тамары Ивановны отдал не все. 12 тетрадей священник спрятал у себя дома и завещал своей жене беречь их как синицу ока. Тамара Ивановна, когда в первый раз в жизни вы увидели дневники Иоанна Кронштадтского? Я была в классе в 6-м, в 7-м. И жила я тогда в комнате, ну, после войны сразу это было в комнате у бабушки своей. Я увидела эти дневники у бабушки в тумбочке, но она тут же закрыла тумбочку, сказала, трогать их. То есть не давала смотреть? А через 2 года в дом пришел человек, который представился знакомым священника Арнатского и попросил показать спрятанные дневники. Она доверила ему, поскольку у него была жизнь, в прошлой жизни он был связан с Иваном Арнатским, священником. И она ему доверила эти дневники, и после этого их никто не видел, не слышал. А какие дневники пропали бесследные? Пропали все поздние, но больше и половины пропало. Больше половины пропало? Да, поздние дневники очень острого содержания, вероятно, негодившиеся властям. Советская власть явно хотела сберечь в тайне записи Иоанна Кронштадтского, но мог быть и другой интерес, разгадать секрет огромного, непостижимого влияния на людей, которым пользовался святой отец. Они его не воспринимали как такую великую, универсальную в какой-то степени религиозную личность. Они его воспринимали в понятных им категориях, как человека, который подчиняет своему влиянию необразованную по преимуществу толпу. В конце 19 века Кронштадт из мрачного и забытого богом города превращается в место паломничества людей со всех концов России. В Андреевский собор на службу отца Иоанна собираются по несколько тысяч людей ежедневно. В огромном количестве приходят письма и телеграммы. Сегодня это сложно представить, но к Кронштадтскому с просьбами обращались даже в телеграммах. Достаточно было написать адрес Кронштадт, Андреевский собор Иоанну Кронштадтскому. Исцеление действительно наступало. Русская церковь идет на невероятный шаг. Петербургская консистория дает Кронштадтскому исключительное право проводить общую исповедь. Он был личностью, которая нарушала сложившийся порядок. Ведь никому не ходило столько народу. Никто не практиковал общую исповедь. А куда ему было деваться, когда к нему приходили сотни, а временами и тысячи людей. Он не мог физически отисповедовать каждого. Кто оказывался в этой стихии, он либо убегал, либо сам начинал каяться. И люди плакали. Потом после этой исповеди полы в Андреевском соборе мыли слезами упокаявшихся людей. В начале 20 века каждое слово Иоанна Кронштадтского воспринимается как откровение. Его особенно почитает императорская семья и сам Николай II. Но самого страшного предсказания почему-то никто не слышит. Отец Иоанн Кронштадтский говорил и говорил много о том, что царство российское колеблется, шатается, что если власти не проявят твердость, не проявят решительность, то царство погибнет. Через несколько лет уже когда святого отца не будет в живых, станет понятно, о чем он пытался предостеречь свою страну. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уже близко то время, что восстанет брат на брата, сын на отца, отец на сына и прольется много крови на русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России. Изгнанники вернутся в родные края, но не так скоро. Своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронят. Ведение было 25 октября. Мы знаем, что произошло в этот день в истории России в 1917 году. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говорят, что Кронштадский все-таки записал это свое страшное пророчество в дневник. Откуда же про него знают? Но, во-первых, не все дневники сохранились. Во-вторых, кое-что отец и он мог говорить во время своих проповедей. По крайней мере, у нас есть неоспоримое свидетельство того, что он предвидел не очень хорошее будущее России. Почему крест на стене советского общежития вдруг начал проявлять целительную силу? Какое чудесное явление произошло в Ленинграде в июле 90-го? И что все-таки записал в свой последний дневник Иоанн Кронштадтский? 14 июля 1990-го года в Ленинграде в недавно открывшемся Свято-Иоанновском монастыре проводится церемония прославления отца Иоанна Кронштадтского в лике святых. Это первое деяние новоизбранного патриарха Всия Руси Алексея II. На церемонию собираются тысячи людей. Я помню день прославления Иоанновский женский монастырь рядом с монастырем построенный помост там располагался хор и было несколько человек в том числе и почетных гостей на помосте. Надо сказать что в тот день даже на крышах соседних домов были люди это был удивительный праздник это было что-то невероятное не будем забывать что 90-й год правящая партия коммунистическая идеология несмотря на все изменения перестройки коммунистическая идет молебен неожиданно раздается громкий треск доски помоста ломаются люди собирают секунда другая но ничего не происходит помост чудом не рушится через несколько мгновений патриарх продолжит молебен и хор продолжал петь но как бы уже не на помосте а внизу этого помоста оказавшись безусловно это был знак может быть такой глобальный знак изменения патриарх и анна кронштадтского еще при жизни народ считал святым почему же его канонизировали так поздно канонизировать при жизни нельзя только после смерти но мы все хорошо знаем что после смерти и анна кронштадтского россию трясло как в лихорадке тут и первая мировая война и гражданская и революция не до канонизации а потом 70 лет атеизма вряд ли раньше 90-х годов можно было дойти канонизацию а почему церемония канонизации проходила в Петербурге а не в Кронштадте возможно это связано с трагической судьбой погребения Яна Кронштадтского после смерти отец Иоанн Кронштадтский был погребен в свято-иановском монастыре в Санкт-Петербурге в советские годы монастырь превратили в общежитие миллиардивного техникума вход в высыпальницу Кронштадтского замуровали а гробницу забетонировали надо отметить что к гробнице отца Иоанна Кронштадтского после 1923 года церковь отношения не имела власть практически насильно жестко уничтожила монашескую жизнь в этом монастыре но уничтожить веру в силу великого русского батюшки как называли Кронштадтского при жизни советская власть все-таки не смогла помогает вам Иоанн Кронштадтский? если бы не батюшка Иоанн то вряд ли бы я сейчас жила это действительно глубоко потому что у меня очень серьезное заболевание были какие-то чудеса в жизни? то у меня вся жизнь когда я в храм пришла чудо а я от него пережила два чуда и дальше надеюсь на его поддержку и помощь и через что получу кто-то из верующих еще в советское время выбил в камни вот этот крестик там внизу мощи Иоанна Кронштадтского достаточно просто прикоснуться к стене поставить свечку и попросить об исцелении Святый Иоанновский монастырь вновь открылся только за год до канонизации отца Иоанна тогда же восстановили усыпальницу где когда-то был захоронен великий проповедник сегодня монахи нестарательно ведут учетную запись чудес которые здесь происходят тайны исцелений как правило мало кому открывают но для нас сделали исключение у меня в руках та самая тетрадь для записи чудес помощи Божией помощи Иоанна Кронштадтского и последняя запись здесь датируется 27 декабря 2005 года здесь говорится о чудесном исцелении сестры одной из прихожанок и по скриптам тут написано врачи сказали что это чудо с такими болезнями люди просто не живут зарубежное православие канонизировало отца Иоанна в 1964 в Советском Союзе пришлось ждать еще почти три десятка лет мысли его так там прославление как так подспудно возревало оно просто не успело осуществиться святым можно быть уже при жизни но церковь может признать тебя святым после твоей смерти потому что церковь смотрит как ты прожил жизнь канонизация состоялась в 90-м многие предполагали что сразу вслед за этим событием будут открыты и неизвестные дневники Иоанна Кронштадтского и самое главное его последняя тетрадь однако это произошло только спустя 10 лет мы все-таки нашли этот предсмертный дневник он оказался небольшой книжкой и никаких явных пророческих слов на его страницах кажется нет возможно мы искали напрасно он не имел второго дна я так думаю ему незачем было иметь это самое второе дно поэтому искать какие-то тайные смыслы мы можем но найдем ли вопрос без ответа многие уверены что великий русский проповедник все-таки должен был оставить пророчество о будущем своей страны но где они могут быть никто не знает Тамара Ивановна Арнатская не исключает что самые важные для нас мысли Иоанна Кронштадтского в тех самых таинственно утраченных 12 тетрадях мы пытались семью искать кто-то нам сказал что они попали у нас в музей революции в доме Кшесинской туда ходили мой сын и брат там их не оказалось мы думали что они отдали их в архив но это конечно в те времена не было такого и они исчезли бесследно это может сказать уверенность Почему так многие до сих пор старательно ищут пророчества Иоанна Кронштадтского? Может быть потому что людям хочется верить что есть кто-то кто все знает предвидит и может их предупредить Но ведь с Кронштадтским это же не оправдалось Как знать? Может быть мы просто не услышали то что должны были услышать Известна заключительная строчка последнего дневника Иоанна Кронштадтского Это самое главное что хотел сказать потомкам Великий Святой Но сумели ли мы расшифровать и понять тайну этих слов? Ибо одна милостыня искренне способна спасти души наши Конец дневника Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин